Вы смотрите программу «Актуальное интервью» студии Марина Павлова. У нас сегодня гость Курьянов Владимир Олегович, проектор Крымского федерального университета имени Вернадского по учебной и методической деятельности. Здравствуйте, Владимир Олегович. Мы знаем, что сегодня началась вступительная кампания в КФУ. Как она будет проходить? Каковы сроки зачисления? Да, действительно, сегодня началась вступительная кампания вообще по всем вузам Российской Федерации. Сроки для крымчан в этом году следующие. Мы начинаем прием сегодня 19 июня и заканчиваем прием 31 июля. То есть у нас есть порядка полутора месяцев для того, чтобы каждый желающий мог подать документы в Крымский федеральный университет. А кто планируется обучаться на платной основе? Вообще же практика такая остается у нас? Конечно, практика остается, хотя цены у нас приведены к общероссийским стандартам. Они стали заметно выше, скажем, чем были даже в прошлом году. Минимальная цена, скажем, на направление подготовки Академии биоресурсов и природопользования, бывший агро-университет, составляет 75 тысяч. Максимальная цена 130 тысяч. Это то, что касается бакалавриата и специалитета. Общая масса, которая будет набрана в этом году, она не меняется наверняка? Я могу сказать одно, что по всем структурным подразделениям Симферополя, Таврическая академия, Медакадемия, Академия строительства и архитектуры, Академия биоресурсов и природопользования и Институт информационно-полиграфических технологий, на бакалавриат и специалитет выделено 2730 мест. Порядка 500 мест еще выделено в наши филиалы в городах Ялта, Севастополь, Евпатория и Армянск. Иными словами говоря, общий объем бюджетной подготовки у нас фактически остался на прошлогоднем уровне. По некоторым направлениям он ниже, но тем не менее, в целом, все наши заявки, как говорится, что мы хотели, то мы и получили. Министерство и в этом году пошло нам навстречу в этом вопросе. Какова пропорция бюджетных мест и мест на коммерческой основе? Здесь нет пропорции по одной простой причине. Если в Украине мы были ограничены лицензионным объемом приема вообще на каждое направление подготовки или специальности, то такого показателя в Российской Федерации и нет. Сколько мы можем вместить коммерческих студентов, столько мы и вместе. Я должен сказать, что по статистике обращения, скажем, в приемную комиссию Федерального университета, чем ближе вступительная компания, тем больше людей интересуются возможностью коммерческого обучения. То есть мы ожидаем, конечно, снижение численности коммерческих студентов, но мы не думаем, что это будет принципиально, так сказать, на порядке оно снижаться. А вот вступительная компания для бюджетников и для коммерческой основы, кто хочет учиться, она будет различаться по срокам? Нет, нет, все идет в одни сроки. С 19 июня по 31 июля прием документов. С 1 по 9 августа сдача единственного вступительного экзамена на направление подготовки и специальности. Затем зачисление бюджетной формы студентов и до 28 августа мы завершаем уже зачисление тех, кто готов учиться на платной основе. Какие документы нужно принести, есть ли какие-то нововведения с этим? Я бы сказал, некоторые облегчения присутствуют. Да? Это хорошо. Традиционный, в общем-то, набор – это аттестат о полном среднем образовании. Это 6 фотографий цветных 3х4, стандартное тоже требование. Это предъявляется лично паспорт, издается ксерокопия паспорта. И только на некоторые направления подготовки и специальности требуется знаменитая медицинская справка форма 086У. Это медицинские направления подготовки, это, скажем, физическая культура и спорт и некоторые другие, но их перечень очень ограничена. Ну, то есть там, где реально показатели текущего состояния здоровья для обучения важны, только туда эта справка требуется. Поэтому не надо в этом году стоять в длинных очередях в поликлинике для того, чтобы эти справки получить. Ну, и кроме того, если абитуриент претендует на какие-то льготы, ну, например, к льготным категориям относятся у нас, скажем, призеры спортивных соревнований, да, всероссийских олимпиад, школьников. В этом году мы еще принимаем и документы победителей и призеров четвертого этапа всеукраинских олимпиад прошлого года. Вот они получают дополнительные баллы при поступлении. Эти документы также представляют сприемную комиссию. Если человек имеет социальные льготы, сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, инвалид, вот эти категории тоже при условии предъявления соответствующих документов и положительной сдачи экзаменов, а условия все прописаны в правилах приема, имеют право на внеконкурсные зачисления. А вот, скажем, золотые медалисты, чемпионы олимпийских игр мира Европы, призеры и победители международных всероссийских олимпиад и третьего этапа Крымской олимпиады, они получают дополнительные баллы. Конкретно какие каждый интересующийся может узнать, зайдя на сайт Крымского федерального университета, открыв вкладку абитуриенту, там вся эта информация есть. В этом году в числе абитуриентов будут и россияне с материковой части, и украинцы с юго-запада, скорее всего. Есть ли разница особенностей поступления крымчан и остальных этих категорий? Ну, во-первых, для представителей других регионов Российской Федерации и, соответственно, для соотечественников выделено не более 5% от общего числа мест контрольных цифр приема, или, иными словами говоря, от общего числа бюджетных мест. Вот на эти места могут претендовать и представители других регионов Российской Федерации, и, скажем, жители Украины, Армении, скажем, Казахстана и так далее. Это 5%? Они укладываются в эти 5%. Они при этом, скажем, жители Российской Федерации поступают по среднему баллу единого государственного экзамена, представляя те сертификаты, которые указаны в правилах приема. А крымчане, я хочу это особо подчеркнуть, поступают по результатам единственного экзамена, перечень которых также есть в правилах приема на сайте Крымского федерального университета. А документы можно подавать только на одну специальность или есть возможность на несколько подать сразу, сдавать разные экзамены? Хочу в очередной, как говорится, раз, уже не первый раз просто об этом говорю, обратить внимание абитуриентов на следующее, что Крымский федеральный университет, несмотря на то, что он включает целый ряд бывших, скажем так, самостоятельных учебных заведений, работавших в Республике Крым, является единым целым. Поэтому, хотя сохраняется правило, что каждый абитуриент может подавать документы в пять высших учебных заведений на три направления подготовки в каждом, то в Крымский федеральный университет каждый абитуриент может подать документы только на три направления подготовки по своему выбору. Остальные свои возможности он может реализовывать в других вузах Крыма, либо Российской Федерации. Ну, если позволите конкретный очень короткий пример, например, вот традиционно абитуриент, поступающий в медакадемию, всегда, как правило, сдают документы еще на биологию, на направление подготовки биологии, таблической академии, направление подготовки химии, либо психология, потому что там один и тот же профильный экзамен может быть. Вот этим мы в этом году и ограничиваемся. Нельзя подать на лечфак, на петфак, на стомата, после этого подать еще на биологию, на химию, на психологию. И это исключено. Это будет отслеживаться. И, естественно, лишние заявления такого рода будут просто аннулироваться. И все. Что касается медицинской академии, наверняка у многих еще вопросы. Все слышали о том, что проблемы с дипломами, с признанием за рубежом. Как вот сейчас ведется работа? Наверняка вот много все-таки желающих в этом году поступить будет и в медицинскую академию в том числе. Я думаю, что в медицинскую академию будет традиционное количество желающих, потому что популярность этой профессии не падает с годами. Хочу сказать сразу, что, во-первых, мы выпускаем из медакадемии врачей. Вот эта вот сказка о том, что теперь, поскольку мы находимся под юрисдикцией Министерства образования, мы будем выпускать преподавателей, это, мягко говоря, ерунда. Этого нет, потому что квалификация выпускаемого специалиста определяется не тем, какому ведомству или министерству подчиняются высшие учебные заведения, а тем, какая квалификация записана в федеральном государственном образовательном стандарте. Поэтому медакадемия как готовила учителей, так, извините, заговорился уже, да, как готовила, уже мысль вперед побежала, как готовила врачей, так она и будет готовить. Вот тех специальностей, перечень которых есть на сайте, опять же, федерального университета. Это первое. Второе, по поводу дипломов. То, что на территории Российской Федерации эти дипломы однозначно признаны, тут вопросов вообще никаких нет. Уже сегодня признаются эти дипломы в Индии. Сегодня мы ведем плотную работу с республикой Марокко в этом направлении и марокканцы, собственно говоря, с нами проявили, да, была у нас недавно делегация. Они проявили даже инициативу в этом отношении. Я хочу просто сказать тем, кто волнуется по этому поводу. Мы были под юрисдикцией одного государства. Теперь мы вернулись в Российскую Федерацию. И здесь вопрос чисто юридический и временной. Соглашения, подписанные Украиной, естественно, прекращают свои действия. Новые соглашения сейчас готовятся, подписываются и вступают в законную силу. Вот и все. Поэтому никакой проблемы, надуманной тем более проблемы с признанием наших дипломов за рубежом, с моей точки зрения, нет и не может быть. С моей точки зрения, не будет никаких проблем вообще со вступительной кампанией в этом году Украинского Федерального Университета. Что-нибудь пожелаете абитуриентам? Конечно. Я всем абитуриентам желаю сделать правильный выбор. Каждый должен взвесить свои возможности, свои стремления, свои желания. И поступить туда, куда он хочет. Я более того, я абитуриентам всегда даю один и тот же совет. Ребята, не бегайте по многому количеству вузов. Вы на финише только усложните собственный выбор. Если вы хотели стать врачом, добивайтесь этого. Хотели стать учителем, добивайтесь этого. Инженером, значит, идите на эти направления. Потому что практика показывает, что выбор не по душе заканчивается всегда одним и тем же. Что мы не хотим учиться туда, куда мы просто поступили получить высшее образование. И мы оттуда уходим и все равно поступаем туда, к чему лежит наша душа. И туда, кем мы себя, собственно говоря, видим уже в ближайшем будущем. Вот это я хочу искренне пожелать всем нашим абитуриентам. Для канала ИТВ я тоже желаю удачи всем абитуриентам. И мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Владимир Олегович Курьянов, проректор Крымского федерального университета имени Вернадского по учебной и методической деятельности. Большое спасибо, что пришли. Приходите к нам еще. Спасибо.